Туризм, как важная отрасль экономики, пока не является эффективной. В чем большое упущение, в частности, правительства и акиматов. Туризм должен стать драйвером развития казахстанской экономики. Эта утопичная, как сейчас кажется, идея озвучивается в нашей стране каждый год. В иных регионах действительно турпоток есть и даже растет. Другим не помогают ни природные красоты, ни статус нацпарка. Туризм в Казахстане скорее жив, чем мертв. Хотя и тут можно поспорить. О развитии этой отрасли, как у нас водится, вновь заговорили после критики президента. Опять создаются дорожные карты, планы, обещается выделение внушительных средств. Мы же решили показать вам, как сейчас выглядят потенциальные точки притяжения туристов. В каком сейчас они состоянии. На 24КЗ стартует цикл программ, посвященный именно им. И сегодня мы находимся в одном из самых красивых мест Казахстана. В Баянауле. А если быть точнее, в Жасыбае. Горный массив, буквально утопающий в соснах и черной ольхе. Причудливые скалы, меняющие цвет. Днем под палящим солнцем они кажутся желтыми. А на закате меняют окрасно-оранжево-красный. Вода в озерах чистая и прохладная. Это то, чем влюбляет в себя нацпарк. Вот этот КПП, который, к слову, стоит 4,5 миллиона тенге, ворота в национальный парк. То есть первое, что видят туристы. В 2017 году его торжественно открыли и тогда же объяснили стоимость. Панели КПП австрийские, сборка российская. С прошлого года действует цифровая система оплаты. Помещения и технологии новые, а люди все те же. Жасубая поражает не только природа, но и гостиницы. Вот та, в которой остановилась наша съемочная группа. Она будто машина времени перемещает на 30, а то и 40 лет назад. Номера без кондиционера и с кроватями, на которых, кажется, совсем недавно панцирные сетки спинили на фанеры. Двери, закрывающиеся на щеколды. И все это за 35 тысяч тенге в сутки. Но в эту сумму входит завтрак. Каша, два куска хлеба, масло и сыр. Чайник чая и конфеты. Ну, как бы такой сервис, пойдет отдохнуть. Номера. На пару суток можно, да. Мы же там сидеть не собирались. Вот выехали на прогулочку. Ну, мы привыкли к ценам, к инфраструктуре привыкли. Главное, хороший песок и хорошая вода. Остальное, мне кажется, терпимо. Уже все люди привыкли к этому. 35 тысяч. Вот даже мы с семьей приехали дыхать, нас трое, четверо. 35 тысяч просто отдать. Плюс питание, зонтики. Может, что-то положительное. Лежак. Нет, я могу сказать. Здесь не хватает, на самом деле, того сервиса, который полноценный. Где бы мы ни были бы, например, во многих странах мы бываем, где есть именно комфортабельные кровати, комфортабельная мебель, комфортабельное постельное белье. Всего этого, конечно, здесь нет. Достаточно просто переночевать и уехать на следующий день. Побольше хотелось бы вот таких беседок. То есть, чтобы на одну беседку там несколько семей не ломаться. Да, есть также такие варианты размещения. Хороший вариант для тех, кто желает единения с природой. Это наш семейный бизнес с родителями. Что вы предлагаете? Какие палатки? Сколько? У нас есть палатки. Начинается от 10 тысяч. Это у нас будут дни. У нас есть вода, туалет, свет, территория охраняемая. Нам в основном приезжают семейные. И у нас после 10 у нас тишина уже. Типа люди приехали отдыхать. У нас музыка до 10. И после 10 у нас тишина. Я вам могу показать наши палатки. Пойдемся. Вот на подобие такие палатки вот. У нас когда жарко, у нас низ поднимается. И здесь прохлаждается, короче, проветривается. И тут классно люди постоянно к нам приезжают. У нас в основном приезжают сюда с Астаны, с Караганды. С Семей приезжают, с Тараза тоже приезжают. Вот нам недавно был у нас гость. Из Франции приехал отдохнуть. На 2-3 дня здесь отдыхал. Из Франции приехал. Специально здесь отдохнуть. Тоже нам порекундовали. Ну, это личный туалет наш, конечно. Туалеты мы постоянно обрабатываем. У нас туалет все обрабатывается. Хлор, как положено, чистим. Чистота. Сейчас я вам душ покажу. Вот наш душ. На, там вода заполнится. Вот, куш такой. Вы сами сюда воду собираете? Она нагревается? Да, мы закачиваем туда воду. У нас здесь, короче, гильлянда стоит. Мы не успеваем сами. У нас полностью здесь гильлянда, короче. Вот так. Сейчас, короче, еще такие домики построим. И у нас полностью там вот так гильлянда будет красиво. Вокруг? Да, вот, вокруг палатки так гильлянда будет. И там вообще гильлянда будет. Современные гостиницы в Жасыбая тоже есть, но мало. Вот одна из них. Инвестор вложил в проект больше миллиарда. Тут современные номера, чистый пляж, парковка и ресторан. Но бронировать номера нужно за полгода. И нет гарантии, что в них всегда будет свет. Продукты портятся. Были такие случаи, что прям портились? Да, у нас был недавно такой случай, что отключали электроэнергию почти на сутки. И все наши, получается, весь наш закуп, к сожалению, вот именно в плане мяса, колбасы, то есть мясные изделия, просто уже были непригодны. Я смотрю, у вас много холодильников, а техника из строя не выходила? Выходила, да, из строя, конечно. Нам приходилось мастера приглашать, чтобы нам настраивали опять полностью нашу технику. Из-за вот таких вот рез, то, что долгое время, допустим, сутки, если нет света, соответственно, техника выходит из сбоя. Во сколько вам обошлось одно такое отключение? Ну, если взять вместе с трансформатором, то, наверное, миллиона три один день нам обошелся. Ну, ребята быстренько попросили, хорошо, есть добрые люди. Ночью приехали, заменили трансформатор, все, ну, как говорится, продолжили деятельность. Мы с другими домами отдыха не знаем, насколько это дорого или болезненно обошлось, но у нас так. Люди, которые не вытерпели, уехали, ну, вернули деньги, конечно, извинились, предложили на следующий срок перевожить, ну, если их устраивало. Кто-то согласился, кто-то просто финансы забрал и уехал. Ну, плохо, что негатив был из-за этого электричества. Конечно, минус, ну, есть и плюсы, конечно, у наших молодых домов отдыха. Не все же так плохо, но. Что говорят местные власти, вот в части электричества? Субтитры, вот в части. Что вы поняли из этого ответа? Вот и мы ничего. В Акимате более детально, конкретно обещали ответить в письменном виде. Но так и не ответили. Если в случае с электричеством нарекания к Акимату обоснованы, то кого винить в этом? Бутылки, окурки, пакеты, остатки продуктов – то, что чаще всего оставляют после себя отдыхающие. Культура поведения у нас явно хромает. У иных и вовсе отсутствует, позволяя использовать пляжные раздевалки совсем не по назначению. Разруха, она действительно не в клозетах, а в головах. Ну а теперь о достопримечательностях. Непременно посмотрите на горы Найзотас и Кемпертас. Посетите ущелье Ведьм и, конечно, пещеру Комравлие, которую некоторые считают священной. Протяженность этой лестницы – 920 метров. Сейчас плюс 41, и осилить ее, честно говоря, это настоящий квест. По пути есть вот такие вот скамейки, беседки, но они, честно говоря, мало защищают от солнца. Не могу не отметить, что здесь не работает сотовая связь, поэтому если кому-то в теории здесь стало плохо на этой лестнице, вызвать никого не получится. Итак, резюмируя. Сутки в Жасыбай обошлись нам с оператором примерно в 170 тысяч тенге. Это два гостиничных номера, АЗС и питание. Для сравнения, 10 дней в Турции в 4-5-звездочном отеле по системе All-Inclusive обойдутся примерно в миллион-миллион двести тысяч. То есть 120 тысяч тенге в сутки. То есть внутренний туризм по-прежнему намного дороже заграничного. Ну, конечно, надо признать, что в Турцию на несколько дней, тем более на своей машине не поедешь. Да и поддержать хочется отечественный туризм. Да, отлично, все на высшем качестве, все классно, все нормально, мне все устраивает, моим детям тоже все устраивает. Это лучшее место на земле. Да, сюда все стремятся. На этом у нас все. Теперь мы отправляемся в другую точку. Увидимся.